Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. И мы начинаем долгожданный для многих, я надеюсь, курс по Obsidian. Количество лайков и комментариев в поддержку курса под обзорным скринкастом по Obsidian было весьма высоким и я благодарен всем, кто ставил лайки и оставлял комментарии. Поскольку это подвигло меня сделать курс и я по-другому взглянул на Obsidian по мере работы над ним. Для тех, кто не смотрел обзорный скринкаст, Obsidian — это оболочка для работы с файлами Markdown. Про Markdown расскажу подробнее позже, а сейчас о том, почему Obsidian и что, собственно, о нем вы узнаете из ближайших девяти уроков. Obsidian — это приложение для введения базы знаний или просто ежедневных заметок. Как личных, так и базы знаний организации. Почему Obsidian? Ну, во-первых, это удобно, практически не занимает места. Markdown — это просто текст с тегами разметки, а значит, весит он как обычный текст в txt формате. Obsidian — это очень крутой и быстрый поиск. Это система тегов. И главное, наверное, это философия хранения информации, немного отличающаяся, на мой взгляд, от привычных принципов ее хранения. Обычно мы структурируем контент, раскладывая его по папкам. Ну то есть, чтобы найти что-то, нужно правильно это что-то положить. В Obsidian в какой-то момент приходишь к тому, что нужно просто все валить в кучу, а искать информацию поиском, тегами и внутренней перелинковкой. Возможно, примерно так работает наш мозг. Он не раскладывает все по папкам, а летит по нейронным сетям в немного хаотичном направлении. Но нужную информацию всегда находят. Не всякий мозг, конечно, но в большинстве случаев. Наверное, чтобы это подчеркнуть, разработчики добавили в интерфейс закладку Graph. По-моему, совершенно не нужную, но она как бы визуально намекает именно на это. Ну и второе достоинство — вы не привязаны к разработчикам, как, например, привязаны, если держите базу в Notion или кодах. Markdown — универсальный язык, и вы можете открывать его файлы где угодно. Просто открывать в Obsidian их гораздо удобнее. Ну и, соответственно, в ближайших уроках мы разберемся с Markdown, я расскажу об основных тегах и как в принципе оформлять заметки в Obsidian. После этого в четвертом уроке мы перейдем уже непосредственно к базе знаний и разберем принципы, по которым ее лучше структурировать. Правда, для этого придется перейти в настройки, чтобы кое-что включить, а из настроек в Obsidian просто так не уйдешь. Поэтому пятый урок будет про это. Зато уже в шестом и седьмом уроках мы поговорим и про структуру папок, и про поиск, и про теги. В восьмом уроке я расскажу о плагинах и как с ними работать. Плагинов в Obsidian много, в том числе полезных. И в девятом уроке поговорим о мобильной версии. Там есть о чем поговорить в связи с синхронизацией. Ну а сейчас установим это чудо техники и настроим синхронизацию на десктопе. Итак, второй мозг для вас навсегда. Действительно навсегда, никто у вас его не отберет. Ну вот насчет второго мозга я бы поспорил. Мозг сложная штука, в отличие от Obsidian. Скачиваем для Windows и устанавливаем. Все, установка завершена и теперь он спрашивает, открыть ли уже существующую папку с файлами Markdown или создать новую. Еще можно почитать справку и выбрать русский язык. Это хорошая опция, точнее хорошо, что тут есть русский. Ну и давайте начнем создание хранилища. Нам нужно имя. Можно назвать по-русски. И расположение. Куда мы положим папку с файлами. Пока положим на локальную машину, а следующим этапом будет закидывание папки в облако с возможностью использовать ее с разных компьютеров, то есть превращение Obsidian в полноценный сетевой ресурс для работы. Но это чуть позже, а пока создаем папку. Leaf Preview не сейчас. Все. Собственно мы уже в созданной базе. Назвали ее, я напомню, базы знаний. Но ни один файл пока не открыт, потому что ни одного файла тут пока нет. Давайте создадим. Просто чтобы было. Ctrl N. Забегая вперед скажу, что создавать файлы лучше сочетанием Ctrl O. Называем его первый файл и посмотрим, где и как он создал папку. Вот путь, который мы указали. И вот первый файл, который занимает 22 байта. И рабочая папка Obsidian, которая суммарно занимает меньше трех килобайт. Ну то есть абсолютный минимализм. И это собственно вся база данных Obsidian. И несложно догадаться, что хранить ее вы можете на локальной машине, на флешке, на внешнем диске, в облаке, в общем где угодно. Для того чтобы иметь к ней доступ, вам просто нужно скачать приложение Obsidian, установить его и указать к ней путь. А если хранить ее вы будете на облаке, то доступ к базе будут иметь все сотрудники вашей организации, кому вы этот доступ предоставите. То есть заходим, например, на Google Диск, выбираем любое место, куда хотим положить базу, берем папку с базой и закидываем на диск. Все. Теперь расшариваем доступ на нее всем сотрудникам организации. Я расшарю пока только одному сотруднику моей организации по имени Вова Лоун. Причем можно еще и установить уровень прав. В данном случае он редактор, но можно дать ему права только на просмотр. Далее хорошо бы, конечно, установить Google Drive на компьютер и открывать Obsidian с локального диска, который синхронизируется с облаком. Таким образом вы и все ваши сотрудники смогут работать с Obsidian в реальном времени, как с обычным сетевым ресурсом. А учитывая, что на Google Drive есть раздача прав, кто-то сможет редактировать базу, а кто-то только просматривать ее. К сожалению, с мобильной версией в этом смысле есть небольшие заморочки. Но об этом ближе к концу. Пока только о хорошем. Субтитры создавал DimaTorzok